Моей идеей было нарисовать хищный гриб из Узбекистана. Мне хотелось крестить что-то такое опасно-зубастое и безобидный гриб. Сначала при поисках рифов я ориентировалась на хищные растения, но затем переключилась больше на рыб и лягушек. У них есть несколько интересных моментов, которые мне хотелось позаимствовать. Здесь это такая массивная нижняя челюсть, а здесь это дополнительная пара челюстей в глотке. Ну а у лягушек это их длинный липкий язык. Плюс, чтобы как-то проассоциировать гриб с Узбекистаном, я решила добавить на горшок характерные орнаменты. Дальше я сделала несколько простых силуэтных скетчей буквально в три тона. Поначалу все мои грибы были с закрытыми ртами, но затем я поняла, что если открыть им рты, то можно показать все их зубы, липкие языки и какие-то дополнительные челюсти. Дальше я выбрала скетч, который мне больше всего понравился и разработала для него несколько цветовых вариантов, которые я постаралась делать разными по настроению, от каких-то жизнерадостных и беззаботных до более мрачных и кровожадных. А потом я уточнила силуэт таким набросочным лайном и сделала цветовые заливки. После лайна я сделала цветные заливки, и теперь я их уточняю. При этом я слежу, чтобы все пятна хорошо читались и не сливались друг с другом по тону. Накидываю тени на горшок в режиме мультиплай. Здесь я прикидываю узор в духе мозаик Самарканда. Продолжаю делать собственные тени и уточняю детали. В целом можно заметить, что я работаю с картинкой в основном издалека, часто перевожу в ЧБ, а приближать и копаться в деталях я начну только ближе к концу работы. Когда с основными тенями и главными деталями разобралась, приступаю к свету и оклюжину. Здесь я прикидываю, как пойдут падающие тени. По идее на горшок сверху слева будет попадать свет, но чтобы теневая часть выглядела более цельной, я убираю этот кусочек свет. Начинаю искать фактуру тела гриба от таких активных бугров, я позже отказалась. Я решила добавить небольшой вибрации по цвету. Для этого нужна обычная круглая кисточка с большим спейсингом и включенной динамикой цвета. Я пришла с такой кисточкой по объекту в новом слое, перевела режим наложения в Color и понизила прозрачность слоя. Добавляю на язык насыщенное пятно для ощущения просвечивания и немного придаю ему блеска. Сейчас по проработке горшок стал отставать от остальных частей картинки, поэтому я добавляю ему детализации и динамики цвета. Показываю прозрачность слизи, прорисовывая то, что мы бы сквозь нее увидели, и ставя блики на самых выпуклых местах. Здесь я поняла, что гриб выглядит скорее удивленным, чем хищным, поэтому переделываю ему глаза на более плотоядные. Не устраивал переход от шляпки к туловищу, он был слишком неопределенным, поэтому я поставила себе поближе фотореферент, чтобы лучше понять, как рисовать пластинки и шляпку в целом. Решила накоренить горшок, чтобы он смотрелся подинамичнее, но впоследствии я от этого откажусь, потому что сам гриб стал смотреться не очень устойчивым. Я поняла, что зубам надо откуда-то расти и нарисовала десны. Также верхние зубы я сделаю поменьше и поровнее, чтобы они с нижними смотрелись не так одинаково. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда картинка уже практически сложилась, я добавляю холодный ремлайт сзади, чтобы лучше подчеркнуть форму. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok